Привет народ ютуба! Здесь у нас часики с подсветкой за 1 доллар 100 грамм весит посылка. Так, пакетик с пупырышками и все. А нет, тут еще подарочек какой-то я смотрел. Подарочек. Ну, я не знаю, это наверное зеркальце или что это наклеивается. Ладно, сторонку пока приятно подарки получать, хоть не совсем понятные. Ну, ладно. Вот тут еще что-то есть. Все. Значит, USB, не microUSB, да. Походу для зарядки часиков. Значит, тут часики есть. Вот датчик освещенности. И он в ночи должен включаться. Там писалось, что отсек для батареек, но я его тут не вижу. Видать, это немножко другая моделька. Вот они, характеристики. 5 вольт, 500 миллиампер. Это аккумулятор на потребление 0,2 ватта, да. Значит, что мы тут наблюдаем. Это у нас автоматический режим, это переключатель. Посредине должно быть включено и справа выключено. И здесь, тут белый цвет, а это, не знаю, какой-то другой цвет. В общем, и кнопочку M и S, то есть настройка часов и минут. Сейчас попробуем все это дело запустить. Автомат не работает, так как светло, да. Поэтому просто возьмем, включим. Есть, включил. Но он все равно не работает. Скорее всего, разряжен. Так, наверное, ногтем не залезешь. Тяжело переключается. Кнопочки, в общем, неплохо клацают. Наверное, в темноте надо все это дело делать. Поставлю я на зарядку. Будем использовать родной переходник. Если бы он был выключен, он бы не разрядился. Так он в автомате, и в пакете, и в темноте. Походу, поэтому и разрядился. Конечно, минус продавцу за такие дела. Ладно, сейчас зарядим. Ставим на зарядку. Вот, сразу индикатор засветился. Еще хочу напомнить, что в задней стенке есть магнит. Вот, видите. Слабенький магнит. Не слабенький магнит, а просто ножницы не совсем подходят для этого дела. Но все равно держится, в общем. О, получается тут два магнита. Да. Не, один магнит все-таки. Но так довольно-таки прочно держится. На изгиб не хочет. В общем, можно на холодильник куда угодно прицепить. На любую металлическую поверхность он будет держаться. Так же, поворачивать можно по-любому. Ладно, сейчас подождем, пока зарядится. Там потом протестируем. Так, индикатор потух. Значит, зарядилась. Так, и пока я не забыл. Ну, кажется, вот эта штука клеится там, допустим, на дерево. Ну, на немагнитную поверхность. Ну, а своего рода потом это все дело клеится. Вот, как-то так придумали намек. Вот, включил. Выключил, включил. Вот так оно показывает. И перескакивает. Смотрите, что делает, а. Интересно. Мне просто тоже интересно. Ярче, тускнее. Тоже по-разному светится. Еще ярче. Странно. Ну, 806 показывает, видно, да? Интересно, а что там за дисплей? Ну, это, наверное, как-нибудь другое видео. Мы вскроем, посмотрим, как оно там все устроено. Так, что это у нас? Ага, это холодный. А это теплый. Пускай будет теплый. И выключить. Или в автомате. Ну, если в автомате, тогда надо закрывать датчик. Делать ему темную. Походу, темную не получается здесь сделать. Это мы сделаем вечером тогда. Или можно в ванную комнату сходить. Так. Выставить время. Да. Немножко неудобно. Такая мелкая. Не хочет. Понятно. нажать одну. Когда начнет мигать, мы переставляем. Теперь часы можно. Интересно, сколько тут? 24. Да, 24. Уже хорошо. Сейчас, наверное, сходим все-таки в ванную комнату. Вот я на бойлер прицепил. Сейчас мы свет выключим. Ничего не видно. Надо датчик движения, да? Мне придется, наверное, еще дверь закрывать. Во. Дверь закрыл. Теперь засветились. Не хочет фокусить. Да, на камеру не хочет в темноте показывать. Ну, в общем, цифра нормальная. Видно довольно-таки издалека. Освещает, как для ночника, я думаю, нормально. Переворачиваю, часики переворачиваются и ярче. Так тускнее, так еще тускнее, так ярче. Ну, так тускнее, пускай так будет. Тоже в зависимости от того, как поставишь, освещение разное. Сейчас свет включим. Ну, часики продолжают светиться. Интересно. Надо подождать минуту, наверное, и сползает, сползает. Сейчас упадут. Не, уперлись. Поверхность неровная. Ну, короче, минуту они тикают, потом тухнут. Дальше. Попять. П 보� 1986 Brittера не вあー exactчас на пол電ки. М Queensland я не сделаю вкусно. Попять.